Администрация города Люблина проводит финальную дискуссию цикла от Люблинской унии до Европейского союза. В рамках ряда мероприятий за три осенних месяца организованы аналогичные мероприятия в разных уголках Украины и Польши. Белорусский Брест выбран в качестве финишной точки не случайно. Наши страны объединяют общее наследие, историческое, культурное. В каждом городе дискуссии проводятся по-разному. Мы не диктуем никому из партнеров темы дискуссий. Вместе приходим к выводу, что важно обсудить. Для нас сегодня актуальна тема Европейского союза и Восточного партнерства. Нас радует, что сегодня мы будем говорить об искусстве, художниках, потому что это то, что нас объединяет. Встреча носила социально-культурный характер. В этом году Сейм Польши отметил 450-ю годовщину Люблинской унии, заключенной между Польским королевством и Великим княжеством литовским. 2019 год в стране-соседке объявлен годом Люблинской унии, а Брест прожил этот год под знаком тысячелетия. Инициатива провести события, но поговорить не только о Люблинской унии, но еще и про тысячелетие Бреста, про его историю, про какую-то нашу совместную историю возникла у нас и у наших коллег из Люблина. И поэтому мы сегодня пригласили брещан, историков, краеведов, представителей университетов поговорить о том, как вообще работа с историей сегодня влияет на общество, насколько это важно. Докладчики сосредоточились на обсуждении проектов, преодолевающих негативные предубеждения и культурные стереотипы. В ходе дискуссии поднимались вопросы и о новых совместных проектах. Начинаем проект тоже с коллегами из Люблина. Он будет связан с тем, что есть форты Брестской крепости на территории Беларуси и на территории Польши. И мы хотим проложить такой туристический веломаршрут, создать мобильное приложение для того, чтобы туристы могли узнать про наше совместное наследие, побывав и там, например, заехать на велосипедах в Беларусь, покататься по нашим фортам, а белорусские туристы смогли поехать в Польшу, прокатиться по фортам Брестской крепости в Польше.